всем привет меня зовут семён это grandline и наливайте себе скорее кружечку горяченького кофе ведь сегодня в самом сжатом формате мы сделаем обзор сайдингов какими они бывают чем друг от друга отличаются и что лучше знать заранее прежде чем говорить подробно о самом сайдинге важно сказать что это фасадный материал для систем вентилируемого фасада а это значит что монтируемый сайдинг только на обрешетку который даст нам необходимый вент зазор между стеной и фасадным материалом сама обрешетка может быть деревянной или металлической для горизонтального сайдинга нам понадобится вертикальная обрешетка а для вертикального сайдинга как вы наверно догадались горизонтальная обычный шаг составляет 300 400 миллиметров сам факт того что сайдинг является материалом для систем вент фасада дает нам некоторые преимущества ну например возможность дополнительного утепления стен во вторых если сама плоскость стены кривая то можно визуально ее выровнять с помощью обрешетки так чтобы сайдинг смотрелся ровным сам материал не прилегает напрямую к стене а значит по минимуму передает на нее температуру что особенно актуально в жаркую или морозную погоду два наиболее распространенных типа сайдинга это металлический и виниловый давайте посмотрим какие они бывают и как они выглядят начнем с металлического сайдинга и первым из них будет квадро брус ближе всего по внешнему виду этот профиль к планке ну то есть к доске которая смонтирована с небольшим зазором как бы в разбежку такой фасад является одной из составляющих частей дома в скандинавском стиле квадро брус может монтироваться как горизонтально так и вертикально и как раз является имитацией профилированного или клееного бруса но для того чтобы внешний вид был максимально эффектно похож на оригинал все панели по размеру подогнаны под настоящий 150 брус с недавних пор мы производим эко брус с нанесением фактуры дерева это позволяет панели даже в однотонном покрытии выглядеть максимально натурально также на гладкой части можно сделать гофрирование монтируется экобрус горизонтально блок-хаус это полукруглый сайдинг который придает фасаду внешний вид максимально близкий к бревенчатому дому монтируется горизонтально но порядок монтажа в зависимости от региона производства может быть разный как сверху вниз так и снизу вверх корабельная доска это наиболее популярный вид горизонтального сайдинга и имитирует он чтобы вы думали правильно корабельную доску вертикаль это пожалуй единственный сайдинг у которого не было первостепенной цели имитировать что-то деревянное но кстати говоря если взять его в покрытии под дерево в принте то получится все равно достаточно естественный внешний вид по сути этот сайдинг представляет собой узкие металлические панели в четырех вариантах исполнения гладкие гофрированные с профилированной линии или с профилированной полосой как наверное вы уже догадались для этого сайдинга рекомендуется вертикальный монтаж но я думаю вы сами прекрасно знаете какой самый частый вопрос нам задают про сайдинг вертикаль однако гринотальный монтаж не рекомендован но все же и не запрещен есть способ смонтировать горизонтально однако это не самый удобный и не самый эстетичный способ плюс ко всему для горизонтального монтажа есть множество других более подходящих и удобных для этого сайдингов любой металлический сайдинг с точки зрения покрытия может быть исполнен под дерево или в один цвет как и для любых других профилированных изделий цветостойкость прочность и долговечность в металлическом сайдинге зависят от выбора конкретного покрытия теперь давайте рассмотрим типы винилового сайдинга для удобства они разбиты на коллекции коллекция классика это виниловый сайдинг в приглушенных тонах представлена коллекция профилями корабельная доска уменьшена корабельная доска под псевдонимом slim blockhouse и вертикаль следующая коллекция это виниловый сайдинг защищенный дополнительно слоем акрила что позволяет производить его в насыщенных темных тонах здесь представлены профили корабельный брус корабельный брус slim blockhouse и вертикаль и нейчурал брут третья коллекция называется дизайн и здесь собран виниловый сайдинг с дополнительным покрытием под дерево кроме эстетики это покрытие дает нам дополнительную защиту от ультрафиолета профили аналогичным тем что мы видели в коллекции премиум с видами мы кажется разобрались теперь давайте поговорим о различиях в применении винилового и металлического сайдинга некоторые вещи поверьте вам лучше знать заранее ну например виниловый сайдинг всегда присутствует в наличии стандартной длине а вот металлический по длине можно заказывать шагом в один сантиметр это значит что если вы уверены в своих замерах и в ровности фасада то можно заказать панели металлического сайдинга точно по ширине металл требует большей аккуратности при монтаже потому что это стали оцинкованные с покрытием и это самое покрытие можно поцарапать царапину конечно можно подкрасить но вот панель упавшую с высоты на камне вряд ли получится выправить виниловый сайдинг таких событий боится гораздо меньше если конечно монтаж происходит не в зимнее время пластик становится более хрупким при низких температурах а это значит что металл мы можем резать прямо на улице а вот виниловый сайдинг только в теплом помещении также сами панели и доборные элементы винилового сайдинга на морозе стараемся лишний раз не изгибать металлический сайдинг ни в коем случае нельзя резать болгаркой а вот виниловый нисколько не возбраняется и знаете для некоторых это важно если вам интересно чем мы как резать металлический сайдинг на эту тему у нас есть отдельное видео немного про доборные элементы для винилового сайдинга порядок монтажа будет такой сначала доборные элементы потом сами панели а вот для металлического мы имеем возможность выбора например смонтировать сложные доборные элементы до монтажа панелей а потом смонтировать панели либо установить простые которые можно поставить даже после самих панелей но в таком случае будет видно крепеж Металлический сайдинг является официально полностью негорючим Поэтому может применяться для объектов промышленно-гражданского строительства Не переживайте за виниловый сайдинг Здесь класс горючести Г2 Это значит, что он прекращает горение без источника открытого огня Но вот такой маленький нюанс Опять-таки для тех, кто занимается тендерами, лучше знать заранее Надеюсь, я успел уложить это видео в одну чашку кофе Если видео вам понравилось Вы всегда можете помочь в его распространении Поставив лайк, сделав репост, подписавшись на канал Так мы сделаем наш маленький, но очень уютный кромельно-фасадный клуб педантов Немножко больше Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях А если хотите посмотреть на фото красивых объектов с сайдингом Подписывайтесь на наш инстаграм Всем удачи!